Я узнаю, что мой муж решает расстаться со мной, что мы расстаёмся, что он уходит, что ребёнку сколько, три месяца где-то было, и мы решили, что мы не можем быть вместе. Он решил, что нужно уходить, и я остаюсь одна с ребёнком, мы перевозят, переезжаем от родителей на съёмную квартиру на однушку, потому что там легче как-то всё-таки, меньше каких-то вопросов, что происходит. То есть это 13-14 год, я одна в этой однушке с ребёнком, муж уходит, мы долго расстаёмся, уходит к подруге. И я понимаю, что как-то я живу не так, как я хотела, и что отношения эти не сложились, и что мне нужно полностью перестраивать бизнес, потому что это был бизнес с подругой. Мне нужно полностью перестраивать свою жизнь, потому что я рассчитывала на то, что я тут замужем, квартира, ребёнок, штамп в паспорте, мне ничего не грозит. Оказалось, что нет, что это в любом случае не гарантия, и в любом случае не факт того, что мы всегда будем вместе, я всегда могу на него рассчитывать, на какого-то человека, неважно, что я всегда могу заниматься тем, чем я занимаюсь без каких-либо изменений, потому что вот подруга, вот муж, вот дети, кредит, семья, лабрадор. Лабрадора и кредита не было, но в любом случае. Ну, было тяжело, было тяжело, потому что, с одной стороны, мне было очень важно сохранить отношения с отцом ребёнка, и нам это удалось, и это очень важно, я считаю, это, наверное, самое важное, что мы смогли сделать, это сохранить действительно хорошие отношения с бывшим мужем, сохранить адекватные отношения с его новой женой, с подругой. И тогда я поняла, что что-то нужно менять, ну, потому что, ну, во-первых, как бы развалилось всё, потому что друзья были только общие, деньги были его преимущественно, интересы были преимущественно его, и у меня вот с этим расставанием, с этим уходом, он был очень тяжёлым для нас, ну, для всех, для всех троих, по сути, и для неё, и для меня, и для него, ну, и для ребёнка, наверное, тоже, конечно, хотя он тогда ничего не рассказывал, ничего не это самое, не понимал, но я думаю, что для него это тоже было нелегко. Самое, наверное, ценное, самое важное, что мы сумели выстроить отношения, ну, вот в таком дружеском формате, все вместе, и что мы общаемся, что мы можем там собираться вместе на день рождения ребёнка, вместе с моим новым молодым человеком, с, ну, то есть всей большой семьёй, так сказать, всем родительским кругом. Но на тот момент, ну, это был полный провал, это был полный крах, потому что я жила с убеждением, что, ну, выходишь замуж раз и навсегда, что разведёнка с прицепом под тридцатник — это просто гайки, это можно сразу ставить на себе крест, потому что кому ты нужна? Тридцать, ребёнок, ничего непонятно, что ты там себе хочешь, ни какого-то там успешного, процветающего бизнеса, ну, ничего, мне всё приходилось вот в этот момент выстраивать заново, в первую очередь себя и друзей, и понимать, чего я хочу. У меня был очень такой период, когда, ну, то есть я ходила куда-то сама, без подруги, без друзей, потому что друзья преимущественно общие, мне было с ними тяжело, даже если мы там могли увидеться, мне было с ними тяжело, потому что я понимала, что это всё-таки больше его друзья, чем мои. И я там, например, приходила в кино, и там по 15 минут, по 20 минут просто стояла и думала, а чего я хочу, какой фильм я хочу пойти купить билет, потому что, ну, обычно я шла туда, куда, куда все. Я приходила в какое-то кафе и просто сидела, смотрела на меню и не знала, что я хочу съесть, потому что у меня не было понимания, чего вообще я хочу, ну, потому что я всегда заказывала то же, что и ты. У меня не было понимания, как строить какой-то бизнес, чем вообще заниматься, потому что, ну, и это был долгий путь выстраивания, потому что, ну, как бы у меня всегда была работа, у меня всегда было чем заняться, у меня был какой-то доход всегда, но основное, ну, то, на что я рассчитывала, это всегда был муж, который, ну, как бы в любом случае есть, в любом случае поддержит, в любом случае поможет, и у меня не было такой никогда острой необходимости, ну, выживать. И вот этот период был выстраивание своего круга друзей, понимание своих каких-то целей и ценностей, своих не общих, не совместных, попытка переосмыслить. Ну, первое, конечно же, что я во всем виновата. Ну, женщина не сохранила семью, что выходить замуж нужно один раз и навсегда, и умереть в один день, и как же так, и плохая мать, плохая хозяйка, плохая жена. Я долго думала, что делать, и я подумала, что, наверное, магазина, которым я на тот момент занималась, магазин интимных товаров, недостаточно, что на одном сексе отношения не выстроишь, не сохранишь и не поймёшь. И одного понимания, как сделать сексуальную жизнь яркой, весёлой, замечательной, ну, недостаточно. И я вспомнила, что я всю жизнь в детстве хотела пойти на психолога, но, ой, да кому это надо, это что там, в школе работать психологом за три копейки. Я пошла учиться на психологию в универ, в университет имени Шевченко, на последипломной. И в первую очередь для того, чтобы разобраться в себе, для того, чтобы понять, что произошло, почему так произошло, чего я хочу, ну, кто я вообще такая на самом деле. А во-вторых, для того, чтобы, ну, наверное, даже доказать себе, что вообще-то я могу сделать то, чего я хотела в детстве. Вообще-то я уже, ну, как бы терять нечего, почему бы не попробовать себя в том деле, которое мне в детстве казалось очень классным. Я помню в подростковом, ну, вот когда, последние классы. Я помню, я думала пойти на психолога, но как-то была не настолько в этом уверена. И вот эти сомнения на тему того, кем я буду там работать, что в школе психологом, ну, как бы школьный психолог меня не вдохновлял. Я помню наших школьных психологов, не знаю, к ним кто-то вообще ходил или нет. Явно не то, что меня вдохновляло. Но в тот момент я подумала, ну, как бы, что терять. Я, ну, и так уже что-то практически всё потеряла. То привычный уклад, привычные цели, привычные ценности, привычную какую-то безопасность. И я пошла учиться. Я пошла учиться, потом были курсы, потом были дополнительные специализации, потом была личная, естественно, терапия, потом были разные групповые форматы, разное обучение. И как-то со временем начало приходить понимание, чего вообще я хочу. И со временем пришло понимание, ну, во-первых, где-то, где я накосячила, а во-вторых, самое важное понимание, что, ну, так бывает. Так бывает, что люди не сходятся. И, ну, наверное, больше всего действительно я горжусь, не постесняясь этого слова, что мы сохранили вот эту какую-то родительскую функцию все, все родители. И что мы не перегрызлись, и что у нас не было вот этой, знаете, знаешь, дележки ребенка. Когда там, ты на выходных не забирай его, пока там не то-то-то. У нас никогда этого не было. Я всегда чувствовала вот в плане там отца поддержку, в плане там финансовой помощи, там поддержать, устроить там хорошую школу, забрать, приехать, помочь. И на самом деле это, наверное, самое ценное, что мы смогли дать для ребенка, да, что мы остались родителями. И второе самое ценное, что, конечно же, вот этот момент, что тебе 30, ты с ребенком разведена, и вокруг капец какой-то происходит в стране, какой-то полной войны, да, ну что еще можно сказать. В душе что-то непонятное происходит, друзей надо где-то новых искать, какие-то ориентиры жизненные надо новые искать. А суть в том, что в 30 ничего не заканчивается, и с разводом жизнь не заканчивается, и с потерей каких-то старых ценностей, привычек, места, ну, квартиры, не значит, что что-то заканчивается. Это не значит, что если у тебя есть ребенок, и тебе 30, что никого больше не встретишь. Психологически сложнее всего было, наверное, то, что поменялось все. Ну вот, все и сразу. И не было вот такого какого-то однозначного и гарантированного места, на которое можно опереться, кроме как на себя. И вот это выстраивание навыка опереться на себя, не ждать, что тебе кто-то поможет, а брать и делать для себя что-то, не ждать, что за тебя кто-то решит, принесет тебе готовое наблюдечки, а сесть и решить, подумать, чего я хочу, и сделать это не забивать на себя, а просить помощи, просить поддержки, просить посидеть, побыть с ребенком, пока мне нужно что-то сделать, помочь, ну, как-то что-то по быту. Ну, вот какая-то забота о себе, вот ее нужно было выстраивать, ее нужно было обретать. И, наверное, еще принятие того, что вот так, как было, не будет. Что так, как было до, не будет больше никогда, потому что теперь всегда я мама, всегда, даже когда ребенку будет 40, 50, 70, я все равно мама. Теперь у меня все равно всегда есть в опыте разрастования и развод, которые мы все переживали, переживали достаточно сложно, но при этом сохраняя, знаешь, адекватность и... Адекватность, да? Адекватность и желание сохранить вот эти, знаешь, родительские отношения. Вот это, наверное, самое сложное, что все, что было, все, на что я опиралась, расслабленно опиралась на то, что вот так оно будет, наверное, всегда, что я же самая умная, я все рассчитала. И это, ну, нет такого. Не бывает такого, что ты все-все-все рассчитала, и у тебя все теперь вот как написано. Вот это умение подстраиваться, выстраивать себя в новых каких-то условиях и опираться на себя. То есть не ждать, что тебе кто-то позаботится, не ждать, что тебя кто-то полюбит, пока я себя не люблю. Вот тогда учиться, да, любить себя и заботиться о себе. Из этого, ну, просто горы вырастают, и это просто меняет все. Вот это ощущение себя, оно влияет на все вокруг, оно влияет на то, как к тебе относятся люди, влияет на то, какую ты специальность выбираешь, на то, какой ты специалист, на то, как ты можешь помогать другим людям справляться в этих ситуациях, насколько ты можешь принимать любовь от других людей. Ну, потому что, если ты сама не знаешь, любишь ли ты себя, ты, скорее всего, не будешь уверена в том, что тебя любят, даже если тебя любят. Если ты сама не знаешь, чего ты хочешь, ты, ну, скорее всего, будешь недовольна тем, что тебе предлагают, потому что очень сложно угадать, принеси то, не знаю что. Вот это понимание себя и, наверное, и было ключевым в тот момент, когда все, во что я, все, на что я рассчитывала, исчезло. Ну, так, причем, как бы, медленно и постепенно, но тотально. То есть мы, ну, достаточно долгий период, мы плавно расставались, но это было очень тяжело. Вот, наверное, это.